Исход 7.11 Мы зададимся вопросом, как могли колдуны и чародеи Египта повторять чудеса Моисея? Как обозначить эту проблему? В книге Исход 7.11, 7.22 и 8.7 говорится о том, что мудрецы, волхвы и чародеи Египта своими чудесами они повторяли как бы чудеса боговица Моисея. То, что Бог повелел совершать Моисею и Аарону, они повторяли. Однако Моисей и Аарон действовали силой Бога. А какой силой могли действовать эти мудрецы Египта, волхвы, колдуны и чародеи? Предлагается следующее решение. Священное Писание указывает, что одним из методов сатаны в его попытках обольстить род человеческий являются ложные чудеса, которые на самом деле не повторяют, а имитируют чудеса, которые совершают угодники Божии. И в книге «Исход» 7.11 сказано, «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами». Вот это слово «чары», оно указывает на недействительность этих чудес, о том, что это некое очарование, то есть некие образы, которые могут выглядеть как подобие подлинных чудес. И мы должны очень осторожно относиться к чудесам, которые имеют, скажем так, внецерковное происхождение. Мы даже и к церковным чудесам должны относиться настороженно. И если такие обнаруживаются в церкви, церковь обычно сразу их и не отвергает, но и не принимает, чтобы исследовать то или иное явление, и в разных поместных церквах есть специальная комиссия. Почему это важно? Потому что последние искушения, они будут искушения ложными чудесами. Что мы читаем в книге «Откровения» Иоанна Богослова, 13 глава с 11 по 15 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных Агнчим, то есть как бы подобен Агнцу, и говорил как дракон». Ничего себе подобие Агнца, а говорил как дракон. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». «Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вот это свидетельство из книги «Откровения», что последние искушения – это будут искушения чудесами. Поэтому, как я часто говорю, те, которые гоняются за чудесами, скажем так, «церковными» в кавычках, они добегаются, когда придет главный чудесник, это будет Антихрист и его помощники, и они будут творить великие чудеса. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 22-23 стих сказано «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». А вот здесь говорится о том, что не только слуги Антихриста и Антихрист будут творить ложные чудеса, но и эритики тоже будут творить чудеса и знамения, и в день суда предъявят претензию к Господу. «Как же ты нас не знаешь, а мы Твоим именем сотворили столько чудес?» И в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 38 стих, дается свидетельство, почему же Господь творил чудеса. «Чудо» – это костыль для сомневающегося, для неверующего. Евангелие от Иоанна, 10, 38, Христос говорит, «Когда не верите мне, верьте делам моим, то есть чудесам, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нём». То есть чудеса для неверующих. Когда кто-то не верит ему, Христу, а мы верим Христу, не потому, что Он вынудил нас каскадом чудес с неба, а потому, что мы возлюбили Его, раскрыв образ Христа для себя через чтение и исследование Слова Божия. Как и сказано, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вот тот источник веры и познания, надежды и любви. Берегите себя. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.